Здравствуйте! В эфире программа «Тема дня» и в гостях у нас сегодня экскурсовод-волонтер Одесского музея Холокоста София Швец. София Давидовна, здравствуйте! 5 мая особая дата, в этот день вспоминают жертв Холокоста. Почему именно этот день? Ведь существует еще 27 января, еще одна дата. Почему есть еще и этот день? 27 января, эта дата была принята Организация Объединенных Наций. А вот этот день, не 5 мая, нет такого четкого числа, что в этом году выпало на 5 мая, это приняло государство Израиль, Кнесет, этот день для того, чтобы тоже помнить жертв Холокоста. Но в Израиле нет слова Холокоста практически, они признают слово Шоа, катастрофа, жертв катастрофы. И этот день, как правило, варьируется, потому что он от Песоха до праздника независимости государства Израиля. Вот в этом году, каждый год по-новому. Ну, в пределах апрель-май месяц, вот в этих пределах, но в зависимости от дня Песоха он варьируется. Вот эта дата памяти, хотя, в принципе, ну, насколько я понимаю, об этой катастрофе, об этой национальной катастрофе стараются помнить постоянно. И вот на это направлена работа для того, чтобы все новые поколения знали о том, что может случиться. И, собственно, работа нашего Одесского музея Холокоста тоже на это направлена. Из чего состоит его экспозиция? Она посвящена, скажем так, Одесской катастрофе. Я правильно понимаю? Да. Дело все в том, что когда-то прекрасный поэт Роберт Рождественский сказал, если мы войну забудем, вновь придет война. И об этом надо помнить. И наш музей, он не говорит вообще о Холокосте, только о том, что происходило в Одессе и Одесской области, территория Транснистрии. Какого характера свидетельства хранятся в музее? Вот, собственно, с чем знакомите тех, кто приходит? О том, кто приходит в музей чуть позже, пока что. Собственно, вот о свидетельствах. Это письма, это фотографии, это... Это письма, это рукописные воспоминания очевидцев, выживших в этой катастрофе после Холокоста. Те, которые прошли ужасные испытания в гетто и остались живые. В основном, все, что у нас показывает и рассказывает наш музей и наша экскурсия, это воспоминания очевидцев. Как формировалась вообще эта экспозиция? Ведь я понимаю, что, наверное, она может и сейчас пополняться, ведь есть какие-то семейные реликвии, возможно, которые к вам приносят. Дело все в том, что сам музей и эта идея пришла бывшим узникам, евреям, концлагерей и гетто. Это у нас есть такая региональная ассоциация, и вот по их инициативе создавался этот музей. Они приносили, мы им очень благодарны, все, что в доме сохранилось. Это могла быть открытка, это могла быть... Это деньги, у нас даже есть деньги того времени, которые выпускали румыны. Одна денюжка, понимаете? Это мебель, это стулья, это ложки, у нас даже есть повязка, но, правда, к нам это не имеет отношения, но это большая редкость, полиция Варшавского гетто. Вот все, что у нас есть веревка, которую человек хранил 69 лет, потому что у него на глазах повесили его любимую девушку. Им обоим было всего по 16 лет. У него на глазах ее повесили. И под покровом ночи он срезал кусок веревки, на которой ее повесили. И хранил ее в сутки. И хранил ее 69 лет. И когда открылся наш музей, он принес и сказал, вот теперь я могу умирать. О моей любви узнают все. И когда я рассказываю эту историю, дети плачут. О детях. Действительно, музей Холокоста, наверное, это, скажем так, не место для развлечений. То есть, если обычный поход в музей можно как бы приравнять к развлекательной программе, то понятно, что для того, чтобы прийти в этот музей, нужно иметь определенную подготовку, решимость возможна. То есть, вообще, по каким причинам к вам приходят? Ну, во-первых, у нас есть возрастной ценз. Дети младше 14 лет мы в музей не пускаем. Мы понимаем, что это все очень сложно. Это тяжело для детской психики? Хотя, на самом деле, свидетельство, ну, вот, собственно, людей, которые пережили, зачастую это свидетельство детей, которые пережили эту трагедию. Но дети на войне только рано взрослеют. И дай бог, чтобы наши дети взрослели позже. И не знали этого. И не знали этого, понимаете? Не пережили этого, скажем так. Не пережили и не знали, потому что только на войне дети рано взрослеют. А в мирное время они и в 16, и в 17, и в 20 бывают детьми, понимаете? И дай бог, чтобы подольше они такими оставались. Приходят, приводят, знаете, учителя истории в основном. Когда приходит момент рассказывать детям, наверное, хорошие, добротные учителя, они хотят детям что-то еще показать. Студенты часто приходят, что-то другое, не только то, что в школьной программе. Конечно, ребятам сразу я, прежде чем зайти в музей, я их предупреждаю, что если кому-то неинтересно, вы не стесняйтесь, вы уйдите. Ни учитель, ни я, мы не обидимся. Ну, бывает же, что кому-то неинтересно. Вы знаете, не ушел ни один. Мы предупреждаем, бывает так, что детям становится плохо, несмотря на то, что они взрослые, потому что все эмоционально разные. Поэтому вот такие наши посетители. Очень много у нас не только детей к нам приходят, и сами бывшие узники, их все меньше и меньше, но они к нам приходят. Приходят посетители, у нас есть такая общественная организация «Теплый дом», там пожилые люди, они совсем были детьми, когда была оккупация Одессы. Многие из них не евреи, они приходят. Но, тем не менее, они помнят эти события. Да, очень много зарубежных делегаций. К нам часто приезжают немецкие делегации. И вот, как где-то с год назад была делегация, которые встречались с бывшими узниками, один из членов делегации сказал, что его предки были нацистами. И он специально приехал для того, чтобы попросить прощения за все то содеянное, что было. София Давыдовна, ну вот все-таки, скажем так, какова первая реакция на экскурсию? На экскурсию, на знакомство с экспозицией? Я понимаю, что, возможно, у разных людей она разная, но традиционно. Опять же, я еще раз скажу, что приходят и дети, и взрослые с одними глазами, и уходят совершенно с другими. Просто люди уходят другими. Вы знаете, какими-то более добрыми. Я даже не могу вам это объяснить. Это надо видеть. То есть не напуганными? Нет, они не уходят напуганными. Они уходят, вы знаете, благодарно очищенными какими-то. Вот я принесла книгу отзывов. Очень затронула рассказы про войну. И я представить не могла, что есть на свете такая жестокость. Мое мировоззрение полностью изменилось. 9-й Б-класс, школа номер 118. Наверное, ради этого надо водить экскурсии, правда? Чтобы детское мировоззрение изменилось. Это только один момент. И перечитав нашу книгу, вы можете увидеть, что там говорят, что вот у нас есть один отзыв, я не буду уже его зачитывать. Я отучился 10 лет в школе, я заканчиваю 11-й класс. Я даже не понимал, что история это так интересно. Представляете? То есть один поход в этот музей, возможно, для кого-то изменит судьбу и определит, возможно, будущую профессию. Человеческий сказал, что он не знал, что история это так интересно. Это очень важно. Действительно, это очень важное дело, то, чем вы занимаетесь. И вот если мы вернемся к экспозиции, это свидетельство, это какая-то утварь. Как построено знакомство с событиями Холокоста в вашем музее? Первый зал – зарождение фашизма. Я думаю, что тут ничего не надо объяснять. Второй зал – оккупация Одессы и Транснистрия полностью. Третий зал – это быт еврейской семьи до войны. Нельзя все время говорить об ужасах. Надо менять что-то, понимаете? И поэтому после тех ужасов, которые мы рассказываем в зале оккупации Одессы, мы переходим в старую еврейскую комнату с печкой, с керосиновой лампой. И дети, когда заходят… Это то, что приносили вам вот собственно. Да, да. И когда дети заходят, они делают вот так. Извините, что просто это показываю. Почему? Но у них такая реакция. Ну, вы представляете, мы до войны… Маленькая тесная комната. Это с плохой дорожкой, с плохим освещением. У нас, правда, богатая утварь, богатая семья. Потому что у нас есть патефон, у нас есть пластинки того времени, есть часы, самовар, и швейная машинка. Это все богатство на тот момент было. И дети, конечно, топчан, на котором спали, они просто в таком состоянии… Ой, знаете, у них такие реакции интересные. Потом следующий зал у нас – зал праведников народов мира. То есть это те люди, которые спасали евреев. Честь им и хвала, к сожалению, с каждым днем их все меньше и меньше. Многие из них ушли в возрасте 90-91 год. Но это святые люди. Это те, которые признаны в Израиле праведниками народов мира. Которые рисковали свою жизнь ради спасения. Они рисковали не только своей жизнью, а жизнями еще родных и близких. Потому что если бы ловили, то убивали всю семью. И даже соседей. Почему соседей не донесли? Поэтому рисковали очень сильно. И последний зал – зал победы. Что в зале победы? В зале победы у нас, я вам хочу сказать, конечно, у нас наша гордость, у нас прекрасное панно, где идут солдаты Советской Армии возле оперного театра. У нас сегодня там тоже подарки. У нас есть стеклянная фляга, которую нам подарили. Потому что мальчишки, особенно девочкам, это не так интересно. А мальчишки говорят, почему стеклянная? А потому что до 1942 года были стеклянные фляги. И только в 1942 году привычные нам металлические. Совсем недавно нам из Киева прислали с раскопок каски советских солдат, немецких солдат, останки оружия. Вы знаете, дети приходят, это все в ящиках из-под пули, из-под оружия, под стеклом. Конечно, дети приходят и видят эти реальные вещи. Это в зале победы. Это все, что можно буквально руками потрогать. Да, это все, что можно потрогать руками. У нас в зале оккупации есть макет самого свинарника и коровника, где было гетто, там сидят дети, ну, макет. Которое было возле автовокзала, на месте бывшего автовокзала? Нет, ну у нас гетто было на 100... Да, у нас гетто в Одессе было на Слободке. Не одно. Это просто такой условный макет. Единственное, что у нас тесно, и поэтому кроме фонаря, там должна быть вышка с конвоиром. Но нам некуда было подстадить конвоира. Но детям, я говорю, представьте себе, что должен быть конвоир с оружием. У нас есть там макет заброшенных пороховых складов, где сожгли 23 тысячи человек. Это в районе площади Толбухина. В районе площади Толбухина. У нас есть макет, который делали нам студенты нашего театрального училища. София Давыдовна, вот подводя возможный итог нашей беседы, понятно, что мы говорили о том, что нам действительно нужно помнить о событиях тех лет, чтобы это не повторилось. Вы говорите о том, что что-то меняется в душах, что-то меняется в душах людей, которые выходят оттуда. Как вы считаете, главный итог работы, который происходит в этом музее с человеком, что с ним происходит? Вы знаете, наверное, когда у нас заканчивается экскурсия, я смотрю на детей, и я понимаю, они не пойдут убивать. Вот мне кажется, что эти дети, услышав все, что я им рассказываю, они не пойдут убивать. Они понимают, что такое боль, что такое страдание, что такое смерть. Я вам скажу, что кроме экскурсии у нас же очень большая работа идет. Исследовательская работа. Исследовательская. Совсем недавно мы провели совместно с румынским консульством выставку фотографий румын и праведники народов мира. У нас за последний год было две презентации книг, которые издавались, которые создал и написал директор музея Павла Фимовича Козленко. Сейчас у нас в планах, у нас планов громадье, только были бы силы их осуществить. В этом году печальная дата 75 лет Бабьего Яра. И у нас планируется выставка, которую мы хотим сделать, которая будет называться «От расстрела до сожжения». То есть мы хотим провести аналогию между Бабьим Яром и нашим Пороховым складом. Понимаете, мы хотим сделать такую выставку. Мы хотим сделать где-то, ну это в сентябре мы планируем сделать эту выставку, а в октябре мы хотим сделать целую программу. Я уж не знаю, как мы еще пока не придумали название. О Нобелевских лауреатах, которые прошли гетто и стали великими людьми. Которые выжили в этой катастрофе и смогли. Выжили в этом, да. И смогли стать людьми, которые потом получили Нобелевские премии в разных отраслях. Это и музыканты, и поэты, и ученые. То есть к нам приходят ребята, у нас прекрасная библиотека, где редкие книги, где собрано большущее собрание воспоминаний, видео воспоминаний по поручению Стивена Спилберга, которые собирали. Этих людей уже нет, а их видео воспоминания есть. И рукописные тоже. Это действительно то, что нужно хранить и передавать. Передавать каждому поколению для того, чтобы подобная катастрофа, наверное, никогда не повторилась. Я благодарю вас за то, что вы пришли к нам в студию. И я желаю вам успехов. Действительно, у музея действительно много планов. И я желаю успехов в реализации этих планов. Тем более, что это во многом делается волонтерскими силами. Благодарю вас. И напомню, что в гостях у нас была экскурсовод-волонтер Одесского музея Холокоста София Швец. Редактор субтитров А.Семкин